Здравствуйте! Вы на канале Бегетон ТВ. Я Ксения Лазебная. Мы находимся в Москве, высшей школе экономики. Сегодня мы в гостях у Александра Юрьевича Чапуренко, известного исследователя предпринимательства в России. Мне ближе тот подход, в рамках которого проводятся различия между теневой экономикой и экономикой неформальной. Я говорю о тех людях, которые, фигурально говоря, сидят тихо, подчиняют примус, делают что-то приятное соседям. Этих видов деятельности огромное множество. Мы пытаемся и обществу, и государству показать, какие мотивы, как мои соотечественники, те, которых не видят статистика, как они живут. Дистанция власти очень высока. Если я не зарегистрирован, я не виден не только для государства, но я не виден и для государственных слуг. Никто не придет и не сделает мне предложение, от которого невозможно отказаться. Наверное, правильно было бы работать неформально, никакого бизнеса не регистрировать, и тогда едва ли ко мне так легко могли бы прийти. И эту идею повторяли мне многие другие респонденты. А были ли в ваших беседах с респондентами, с теми предпринимателями, которых вы опрашивали, были какие-то моменты, которые вас действительно удивили? Никак теоретически не предполагали, не было каких-то гипотез, и вдруг что-то такое выяснилось, что вызвало ваше удивление? Первая вещь, которая меня удивила, есть в экономической теории и в социологии очень четкое разведение. Вот есть рынок, он открытый, там люди как-то хаотично друг друга находят, совершают сделки, расходятся. А есть фирма, в рамках которой все отношения как-то формализованы. Вот из разговоров с моими собеседниками у меня не сложилось такое впечатление, что фирма это что-то такое вот устоявшееся. Задаем вопрос о партнерах. Я имею ввиду партнеров по бизнесу, в смысле владения, распоряжения, деления доходов, расходов. Они начинают мне говорить о том, с кем они работают, значит, от кого они получают товары, кому они продают. За уточняющие вопросы выясняется, что для очень многих вот нет разницы между партнерами на рынке и партнерами в бизнесе. Более того, идет постоянное переконвертирование. Ну вот, это были наши партнеры, но потом у нас, значит, дела пошли не очень. Я попросил их, чтобы они дали нам часть своего помещения для размещения нашего бизнеса. Они пошли на это. И, в общем, сегодня это наш общий бизнес. Альтернативная история. Да, вот у меня мы начинали вместе с партнером, но через год выяснилось, что у нас очень разные ожидания от бизнеса, и мы расстались. Так, хорошо, расстались. А активы вы как-то делили? Что? А что мы должны были? Нет, ну, минуточку, вы же были партнерами, да, значит, там, ну, кто-то вкладывал. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то труд, кто-то деньги, ну, не знаю, да? А, нет, это у нас четко как-то, мы это не фиксировали. А зачем? Мы же не знаем, как бизнес будет развиваться. Вот если он бы развивался хорошо, вот тогда бы мы об этом подумали. А так мы просто разбежались. И вот такого рода ответов было много. Я пришел к выводу, что на самом деле, вот для... Главное отличие вот этого неформального предпринимательства не в том, платят или не платят налоги, а в том, что там действительно вот отношения внутри бизнеса, они не формализованы, да? И это заставляет, вообще говоря, вот думать об этой исходной картинке, которая у нас у всех с детских лет сидит в голове, да? Что предприниматель, о чем он думает? О деньгах, о прибыли, в первую очередь, как, сколько он получит, сколько ему достанется. То есть, если люди изначально не договариваются даже о том, как вот эти доходы будут распределяться между ними, видимо, какие-то другие мотивы. Вот это интересует меня. Да, в этом бизнесе, да? Заработать. Огонь за прибылью. Нет, а что-то другое. Вот эта вещь меня действительно сильно поразила. В ваших исследованиях есть как раз типологии, такие условно-идеальные типы предпринимателей, которые находятся в неформальном секторе. Звезды, нелюбящие рутины, простаки и маргиналы. Вот у каждого из этого типа, наверное, как раз-таки есть тот самый мотив, который не только связан с деньгами, а что-то еще их заряжает на создание своего дела и при этом не дает им желания или возможности выходить в сферу оформления своих дел. Ну, вы правильно обратили внимание на то, что есть, конечно, мотивы помимо прибыли, которые двигают людьми, когда они начинают заниматься предпринимательством. Ну, начнем со звезд. Кто такие звезды? Звезды – это очень чисто любивые люди, как правило. Люди, которые приходят в бизнес, чтобы его растить. Они готовы бизнес на каком-то этапе продать, чтобы получить деньги, которые нужны им для того, чтобы вложить их в еще более амбициозный проект. И поэтому они всегда склонны вести бизнес по правилам, сугубо формально. Потому что продать бизнес, который непрозрачен за хорошие деньги, невозможно. Вот это люди, которые одержимы именно ростом, развитием бизнеса, тем, чтобы на протяжении своей жизни создать нечто такое, о чем будут говорить многие. Альтернатива им – это так называемые простаки. В английской версии я назвал их fools. Ну, по-русски пусть будет поликорректнее – простаки. Это люди, у которых нет очень больших ресурсов для того, чтобы создать какой-то инновационный бизнес, действительно выйти с каким-то принципиально новым продуктом, принципиально новым технологическим решением. Чем они занимаются? Они занимаются повседневным, рутинным бизнесом. Это не то предпринимательство, которое мы читаем в глянцевых журналах, а то предпринимательство, с которым мы сталкиваемся, когда выходим из дома. Вы вышли, у вас на углу дома кафетерий. Через дорогу от вас какая-то небольшая ремонтная мастерская, а дальше какой-то там цветочный магазинчик. Вот оно, повседневное предпринимательство. Они искренне верят в то, что если они будут действовать по правилам, то этот бизнес можно будет вести легально. Именно поэтому они простаки. Потому что, как показали мои интервью, у целого ряда людей, которые так выстраивали этот бизнес, этот бизнес, в конце концов, отбирали, или он рушился в силу каких-то не очень понятных им причин, за которыми иногда стояли какие-то очень понятные интересы. А в какой момент тогда это повседневное предпринимательство превращается в предпринимательство простаков? Так, в кавычках. Ну, я бы сказал так. Подавляющее большинство из них – это и есть простаки. Раз они показали себя, у них вывеска, у них часы работы, у них какие-то документы, которые скандальный покупатель может потребовать. А есть ли у вас там какая-то лицензия или сертификат? Вот они у них есть. К ним ходят проверяющие, после чего количество товаров у них немножко уменьшается или объем денег в хассе. Ну, это уже другая история. Вот это те самые простаки. Это люди, которые доверились государству, что оно обеспечит определенный порядок, что оно не будет слишком хищническим. Они понимают, что чем-то придется делиться в разумных пределах. Вот на простаках держится наша с вами повседневная жизнь. Я бы их назвала людей доверия, они доверяют. Слово простаки, оно как-то, да, вот, а люди доверия, красиво. Хорошо. На заемах людьми доверия. Люди доверят. Значит, это вот те, кто работают в формальной экономике. Звезды, которые хотят расти и формализуются потому, что, ну, иначе, ну, как, иначе вы не выйдете на рынок заемного капитала, и потом вы не сможете выйти и разместить свои акции, да. Второе – это те, это какой-то вот маленький бизнес, понятный бизнес, который не хочет неприятностей, и всего боится, и верит, что если он действует по праву, то его будут, значит, государства защищать. Есть еще две группы, которые работают неформально. Вот одна, те, кого я назвал маргиналами, это люди, у которых, строго говоря, даже если бы они хотели, нет ресурсов для того, чтобы работать на формальном рынке. Образований не хватает, ли связей каких-то, чтобы выстроить нормальную клиентскую базу, да. Поэтому они вынуждены заниматься бизнесом неформально. Они понимают, что они никогда этот бизнес не формализуют, потому что их основные конкурентные преимущества зашиты в эту неформальность. Как только они попытаются формализоваться, они будут неконкурентоспособны по отношению тех похожих бизнесов, в которых в формальной экономике действуют. Поэтому они маргиналы. И, наконец, есть четвертая группа. Вот вы спросили, что поразило. Мне попалось несколько людей, которых я объединил в такую группу предпринимателей, не любящие рутины. Это люди предпринимательского склада, которые быстро схватывают какую-то новую идею, новую информацию, готовы ее обработать и предложить на основе этой информации какое-то бизнес-решение. Но им неинтересно самим заниматься бизнесом. Фирма, руководство людьми, взаимодействие с государственными органами. Им это неинтересно. Вот в советское время была так называемая бумажная архитектура. Интереснейшие проекты, которые все остались на бумаге. Первая причина – не было технологических решений, чтобы такие замысловатые конструкции можно было воплотить. Но была и вторая причина. Этим людям неинтересно было дальше. В их мозгу родилась какая-то интересная картина. Они положили ее на ватман, представили ее на выставке. И тем самым они свое честолюбие удовлетворили. Они какую-то свою идею смогли оформить в виде проекта. Кто-то когда-то, может быть, потом ее реализует. Им это не очень интересно. Где-то напоминает большинство современных проектов развития городов, территорий. Да, в каком-то смысле да. Значит, вот это предприниматели, которые любят рутины. Они говорят об этом довольно спокойно. Ну, господи, да, у меня есть команда энергичных людей, которые умеют такого рода бизнес-проект, который я им приношу, реализовывать. И доводить их до денежной отдачи. Мне это неинтересно. Я не хочу входить там в число акционеров, учредителей. Совершенно неинтересно, потому что завтра ко мне придут другие ребята, которые не знают, как организовать бизнес вокруг еще одной идеи. И я, как инженер-конструктор, сяду, увлекусь этой идеей, я ее разовью, и я им представлю фактически готовый бизнес-план. Такие креаторы. Да-да-да. Вот такие, то, что называют там, да, креативный директор и так далее. То есть люди, которых предпринимательство интересует не отдача, а творческий процесс. Из ничего создать что-то. Ведь основное определение предпринимательства в современной литературе, что такое предпринимательство? Это деятельность, связанная с открытием эксплуатации возможностей. Эти возможности у нас под ногами. Но 95% наших с вами зрителей и слушателей пройдут, и этого не увидят. А 5% скажут, слушайте, а я вокруг этого могу организовать движуху. И здесь будет бизнес. Я полагаю, что в таком качестве довольно много людей с экономическим бэкграундом себя сегодня в России позиционируют. Это люди, которые реально бизнесом не занимаются, но которые в силу своих творческих способностей могут тем, у кого есть энергия, деньги, связи и так далее, вложить в руку или в голову или в гаджет какой-то бизнес-проект. Переходя от вот этих типов предпринимательства в неформальном секторе к формальному уровню отношений всех этих, хотелось поговорить еще об одном вашем исследовании, которое связано с экосистемным подходом к политике среди предпринимательства. И там, наверное, эти типы тоже, может быть, как-то работают и проявляют себя. Я надеюсь, что мы это сможем при следующей встрече обсудить. Александр Юрьевич, спасибо вам большое за комментарий к вашим исследовательским начинаниям и продолжениям. Вот, и благодарны вам за встречу. Спасибо большое. Спасибо, Ксения. Познакомиться с исследованиями Александра Юрьевича Чапуренко, увидеть эти статьи вы сможете, перейдя по ссылкам, которые будут в описании. Вы были на канале Бегетон ТВ. Мы говорим о бизнесе и людях. Я Ксения Лазебна. Не пропускайте следующие выпуски. Подписывайтесь, лайки, колокольчики и все вот это. Субтитры сделал DimaTorzok